Омские полицейские объявили план перехват, чтобы найти водителя, который сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Трагедия произошла в поселке Иртышский в воскресенье вечером. Юлия Боброва продолжит тему. На месте, где сбили двух мужчин, до сих пор видны следы произошедшего. Лежат вещи погибшего. Мужчины шли прямо по проезжей части. На этой улице, как мы видим, тротуаров нет. В момент, когда случилась трагедия, на улице никого не было. В 10 часов вечера деревенские жители обычно расходятся по домам. Поэтому виновнику удалось скрыться незамеченным. Оказывается, какая-то легковая машина проехала на скорости и сбила. И двоих вроде сбило. Вот один посреди дороги лежал мужчина, а другой где-то, я не знаю, где он был. Но здесь уже скорая была, и полиция была, и ДПС было. Машина была попутной, поэтому пешеходы, вероятно, просто не заметили ее в темноте. Один был доставлен в больницу, позже он скончался. Второй, 47-летний местный житель погиб на месте. При этом мужчина, скорее всего, даже не услышал приближающийся автомобиль. Он был инвалидом по слуху. Два ребенка у него. Коля, он хороший был человек. Он рабочащий был. Нет, нет, в гости приходил ко мне. Ну, как-то уважаемый, простой, хороший человек был. Я не знаю, меня шокировало. Как так? Чтобы поймать виновника аварии, полиции пришлось объявить план перехват. Установили транспортное средство, которое находится в этом же поселке, в гаражном боксе одного из частных домов. Автомобиль марки «Джелемкой» темного цвета. Позже нашли и самого виновника. Им оказался 27-летний житель поселка. Мужчина задержан. Но установить, был ли он пьян в момент аварии, уже нельзя. Впрочем, прав он все равно, скорее всего, лишится. За нарушение правил дорожного движения, а также за то, что он скрылся с места аварии. А по факту смертельного ДТП будет возбуждено уголовное дело. Юлия Боброва, Иртак Мурадио. Новости здесь, Омск.